МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное за неделю в воскресном эфире на Беларусь-4 Брест. В студии Даниил Верковский. Добрый вечер. Информационная картина «Семи дней» в Брестском регионе. И, конечно, главным ньюсмейкером этой недели стал большой разговор с президентом. Он состоялся 9 августа во Дворце независимости и собрал несколько сотен журналистов и представителей общественности. Среди участников были и представители нашего региона, рассказывает Юрий Печер. Более 300 человек приняли участие в разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча длилась рекордные 8 часов 15 минут. Действительно, накопилось много информации, пришло время большого разговора, отметил руководитель государства, открывая встречу. Хотя разговор шел в форме непрерывного диалога, общение условно можно разделить на несколько тематических блоков. Но через разговоры об экономике было отмечено, что Беларуси за прошлый год удалось укрепить торговые позиции на ключевых рынках. Отмечен и рост ВВП. Отказ от локдауна в прошлом году в условиях COVID-19 в единственной стране в мире также принес свои положительные результаты. Это позволило экономике не только выстоять, но и набрать темпы роста. Конечно, одним из ключевых вопросов со стороны представителей средств массовой информации разных стран и ведущих информационных агентств был вопрос о протестных акциях прошлого года. Что это было и как такое стало возможным? Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, это была попытка госпереворота. По предоставленной ему информации о протестных акциях в стране на пике участвовали 46 700 человек, несогласных с существующим порядком дел, они и вышли на улицы после президентских выборов. Но предателей со стороны силовиков государственных структур, общественных организаций не было. Некоторые уехали и сейчас из-за границы ведут свою деструктивную работу против белорусского государства. Но время рассудит, отметил глава государства. Много вопросов, особенно со стороны зарубежных средств массовой информации, было и о действиях силовых структур в этот период. Но здесь все было в рамках закона, отмечалось на встрече и силовики выполнили свой долг. Также затронули тему отношений Беларуси и Украины, связок с Россией и военной помощи, если в этом будет необходимость. Образование. Со слов президента страны, именно в этой сфере, сегодня необходимы значительные реформы и они будут проведены уже в ближайшее время. Ведь от того, как молодое поколение видит реалии сегодняшнего дня, зависит будущее страны. Прежде всего, надо отметить формат встречи. Это действительно большой разговор. Такого формата, наверное, нигде нету. Ни в одной стране. Вот возьмите наших соседей, Польшу, Литву, другие страны, Франция, США. Нигде нету такого, чтобы глава государства проводил такие большие разговоры. Я вообще даже не понимаю, о какой демократии еще можно больше говорить. То есть, мы позвали на большой разговор с президентом практически все зарубежные средства массовой информации. И заметьте, как они себя повели. Все вопросы были однотипные. Друг за другом они задавали один и тот же вопрос. И я, кстати, очень рад, что вот люди увидели действительно то, чем занимаются западные средства массовой информации. Будем надеяться на то, что вот этот год прошел. Год был нелегкий. Но сам большой разговор характерен тем, что он подвел черту вот этому году. То есть, мы извлекли уроки, сделали вывод. Самое главное, что страну удалось сохранить. И теперь, ну, остается только двигаться, развиваться дальше. И не от Беларуси, о чем это неоднократно говорилось, не только от Беларуси, что зависит, каким быть наши отношения. Я впервые была участницей большого разговора с президентом. Возможность задать свой вопрос президенту и получить ответы на те вопросы, которые интересовали, было практически у всех желающих. Поэтому и встреча растянулась на более чем на 8 часов. Хотя для нас, тех, кто присутствовал в зале, это все пронеслось как один миг. Формат встречи был построен таким образом, что была возможность не только задать свой вопрос и получить ответ на него, но и подискутировать с президентом, нести свои предложения по тем или иным вопросам, чем и использовались многие присутствующие. А в зале было практически 300 человек. Это и иностранные журналисты, и журналисты наших средств массовой информации, и блогеры, и общественность, и эксперты. Очень много разных тем поднималось на этой встрече, начиная от экономики, от внешнеполитических вопросов. Но красной нитью всего разговора была одна тема, что Беларусь и дальше будет развиваться как независимое, суверенное, свободное государство. Юрий Печер, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест». Темы, поднятые во время большого разговора с президентом, в стране и регионе обсуждают и сейчас. Некоторые из тех, кто внимательно следил за разговором у экрана телевизора или монитора компьютера, поделились с нашими корреспондентами своими мнениями об этом диалоге. Конечно, я, как и большинство наших граждан, с огромным интересом следила за большим разговором главы государства. Ведь там были подняты очень актуальные и важные для всех нас темы. Развитие нашей экономики, наша безопасность, молодежная политика, да и в целом наша жизнь. Безусловно, мы еще раз убедились в том, что мы идем правильным курсом, и наш глава государства не безразличен ни к своей стране, ни к каждому из нас. Поэтому сила в нашем единстве. В условиях санкционного давления на Республику Беларусь, конечно, этот разговор открытый и смелый, очень важен и актуален. Президент демонстрирует и показывает готовность общества и государства противостоять, эффективно противостоять геополитическим, экономическим притязаниям как коллективного Запада, так и Америки. Я считаю, что народ с ним полностью солендарен, и мы его поддерживаем. Для меня, как офицера войск противовоздушной обороны, безусловно, зацепили такие моменты, как укрепление оборудовательной способности нашего государства. Все мы прекрасно знаем, что война приходит с неба, и развитие систем и войск противовоздушной обороны, это весьма актуально на сегодняшний день. То, что отметил глава государства о таких вопросах, как закупки и модернизации современных зенитных ракетных комплексов, модернизации имеющихся на вооружении зенитных ракетных комплексов, для меня это вызвало, безусловно, определенный интерес. Наиболее ярко запомнился вопрос о закупке и поставке на вооружение войск противовоздушной обороны современных зенитных ракетных комплексов С-400 и, соответственно, поставке очередной партии батареи зенитно-ракетных комплексов ТОРМ-2. Я смотрела весь разговор, я включила перед 11 часами, чтобы ничего не пропустить, и выключила, когда он закончился. Я просмотрела весь разговор в 8 с лишним часов, почти 8 с половиной. Но, судя по всему, вам было интересно, что вы 8 часов у телевизора провели? Да, я провела их на одном дыхании, мне было не просто интересно, я была там душой. Все эти темы, которые поднимались, и союза с Россией, и этих западных санкций, и отношения к нам, западных стран Польши, Литвы, они как бы все это время, в течение года, жили во мне. И я даже где-то предполагала, что будут эти вопросы, и даже предполагала, как на них ответит президент. То есть я вот настолько поддерживаю нашего президента, и считаю, что он ведет абсолютно правильную политику, я с ним согласна. Ну, может быть, он согласен с народом, который так же считает. Александр Григорьевич, уважаемый, не бросайте нас на промилу Бога, оставайтесь с нами, потому что, ну, благодаря его характеру, его вот здесь стержню, его патриотизму выстояли мы. В этот год мы выстояли. Мы выстоим, и в этих санкциях не страшны нам никакие санкции. Продолжаем итоговую информационную программу. Успехи на Хлебной Ниве на этой неделе праздновали во многих точках региона. Обрезская область, второй после столичной, перешагнула миллионный рубеж в намолоте зерна. Сначимый вклад в этот результат внесли Каменецкий и Барановичский районы, где к этому времени собрали по 100 тысяч тонн зерна. Герои жатвы принимали поздравления от высоких гостей прямо на полях. На одном из них в Барановичском районе побывали заместитель премьер-министра Беларуси Александр Суботин и руководитель Брестской области Юрий Шулейко. Барановичский район уже много лет не нарушает традицию намолачивать не менее 100 тысяч тонн зерна. Этот год не стал исключением. Хлеборобы одной из крупнейших сельхозорганизаций района «Птицефабрики Дружба» традиционно вносят весомый вклад в здешний каравай. Уборочная на финишной прямой. Средняя урожайность приближается к 46 центнерам с гектара. Среди тех, кто на своем опыте знает, что легкого хлеба не бывает, экипаж Виктора Тиунчика и Виталия Коренчука. Уборка моя – это 10-я. Пошел по стопам отца, отец комбайнер. В прошлом году первые тысячи взял в районе, первые три тысячи взял в районе. Работу свою любим, ценим, гордимся, что работаем здесь, что хлеб убираем. Хлеб за каждый колосок, за каждое зернышко. Уборка – это у меня уже пятое. С другом мы работаем первый сезон. Уже нажали 1600. Планируем 2000 взять. Ну, в общем, погода немного не радует, а так все хорошо. На одном из полей птицефабрики и прошло импровизированное торжество в честь миллионного намолота в Брестской области и 100-тысячного в районе. С достижением этих высоких планок аграриев приехали поздравить высокие гости. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Суботин, руководитель области Юрий Шулейко и исполнительный директор Брестского областного агропромышленного союза Сергей Ашмянцев. Каждый из них обратился к хлеборобам со словами благодарности за нелегкий труд в очень непростых для сельского хозяйства погодных условиях этого года. Вы все равно делаете свое дело, вы все равно обеспечиваете наше настоящее и наше будущее. Спасибо вам огромное и низкий поклон от всего правительства от себя лично, но и в добрый путь с Богом, чтобы темпы не сбавлялись и чтобы хлеб никогда не переводился на этой благодатной земле. Действительно, сегодня приятно то, что обрещание внесли в копилку страны второй миллион после Минской области. И мы сегодня понимаем, то, что жатва, слава Богу, уже пошла на закат. Мы находим погожие дни, мы собираем зерно, уменьшаем потери, и вот наш первый результат. Конечно, это не миллион мы сегодня собираемся намолотить, это будет порядка миллион двести. То, что ляжет в копилку всего животноводства для выполнения госзаказа нашего зерна Брещины. Весомый вклад в каравай Брещины внесли хлеборобы Каменецкого района. Более сотни тысяч тонн зерна нового урожая. 33 экипажа намолотили по тысяче тонн. Один более двух тысяч и один более трех тысяч тонн зерна. С существенными достижениями хлеборобов Каменецчины поздравил первый заместитель председателя Брестского обл. Белосполкома Валентин Зайчук. Всего на сегодня в области убрано более 90% площадей зерновых и зернобобовых культур. Более двухсот экипажей намолотили по тысяче тонн зерна. Рубеж в три тысячи тонн взят семейным экипажем из Каменецкого района. 125 тысячников и 5,2 тысячников среди водителей. Уже 4 сентября в городском поселке Логишин Пинского района Брещина планирует отпраздновать областные дожинки. Главное за неделю на Беларусь-4 Брест и мы продолжаем. У военных горячая пора учений. Кто-то отрабатывает задания в местах дислокации, другие же выдвигаются в далекий путь. Наши корреспонденты понаблюдали за событиями в частях. 35 единиц техники, 80 военнослужащих, два дивизиона. С 10 по 16 сентября военнослужащие 111-й гвардейской артиллерийской бригады проявят себя в белорусско-российских учениях «Запад-2021». Сценарий предполагает возникновение кризисной ситуации, связанной с активностью незаконных вооруженных формирований. Учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021» станет решающим этапом в плане совместной подготовки военных сил Беларуси и России в этом году. «У нас задействован один пучный дивизион, один реактивный. Добавок, привлекается еще управление бригадой. На данное учение мы задействуем только самое лучшее подразделение и лишь состав, который имеет соответствующую подготовку с общей оценкой не ниже хорошо». Оказаться в числе отобранных на учение такого уровня почетно для любого солдата. «Моя роль заключается в том, чтобы прибыть на КМП, развернуться там и наблюдать выстрелы попадания, точно и не точно. Мы ведем разведку». Тем временем в Беларуси проходит первый этап оперативно-тактического учения зенитно-ракетных войск. «На первом этапе мы отрабатываем занятия запасных позиций, управление подразделениями с ракетными дивизионами по отражению массированных ракетных ударов СВН противника. Соответственно, отрабатывается также маршевая подготовка, занятия подразделениями запасных позиций». Радиолокатору подсвета и наведения видно все. Он захватывает цель, обрабатывает сигнал, рассчитывает подлетное время цели. Здесь же пусковые установки и средства автономного электроснабжения, которые дают электропитание всему комплексу. Задача 2-го дивизиона организация и несение службы в полевом лагере. Для прапорщика Натальи Марчук это первый полевой выход. Задача – обеспечить тыл. «По прибытию на полевой выход моя задача состоит в том, чтобы развернуть полевой пункт питания и начать обеспечивать пищу. Солдаты, офицеры, прапорщики были все накормлены, сыты». Второй этап учения «Боевые пуски» пройдет на российском полигоне «Ашулук». Учения продлятся до 26 августа. София Бережная, Евгения Мороз, Екатерина Зачук, Юрий Плинда, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест». Ну а тем временем брестские десантники успели помочь медикам. Дело в том, что летом, когда многие из постоянных доноров уезжают в отпуск, возрастает потребность в донорской крови. Военные 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады существенно пополнили запасы областной станции переливания крови. В одной из казарм 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады организовали пункт переливания крови. Алгоритм донорской кровосдачи, как на самой станции. Сначала медосмотр будущего донора, измерение гемоглобина, определение группы крови, резус фактора, заполнение анкеты, далее горячий чай и только после этого процедура забора дозы крови. Важный пункт в этом списке решится на доброе дело. Это благое дело. Однажды моя кровь может кому-нибудь помочь. И сейчас, и потом. Дмитрий Дунец согласился поучаствовать в акции, не раздумывая. Мотивация такова. Достаточно большое количество людей, которые страдают различными болезнями после различных катастроф, аварий и прочих. Кому действительно нужна помощь. И раз уж просят, конечно, это надо помочь, потому что мы это люди здоровые. Заготовка крови в выездных условиях – практика давняя. А в конкретном случае приезд к десантникам в Неплановый. Возникла необходимость в пополнении запаса крови. Случилась такая ситуация, что они пришли нам на помощь по нашему зову для того, чтобы создать достаточные запасы крови и, конечно же, для переливания пациентов. Вы понимаете, что сейчас время отпускное, отпусков. Студенты уехали по домам, которые тоже немалый вклад вносят. Хорошо здесь, замечательно организовано, поэтому, конечно, огромное им спасибо, много желающих. Добровольцев действительно немало, более двух сотен десантников вызвались помочь. Однако плановый порядок учреждения здравоохранения предполагает прием 50 доноров. Ощущение просто отличное, на самом деле. То есть, ни головокружения, ничего нету, все прекрасно. Медики планируют в ближайшем будущем вновь организовать пункт приема крови в 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригаде для тех, кто изъявил желание стать донором. София Бережная, Юлия Кравчук, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест». У памяти нет срока давности. 12 августа 1941 года для Ганцевичей дата особая. Именно в этот день фашисты совершили первый в этих местах массовый расстрел мирных жителей. Тогда от их пуль полегло более 300 человек. На этой неделе исполнилось ровно 80 лет с того страшного дня. Памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине со дня первого массового расстрела мирных жителей фашистами в Ганцевичском районе начались в храме святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси. Здесь прошла лития в память обезвинно убиенных. Нам надо объяснять нашим детям и внукам, как это страшно. Лучше не видеть этих войн и страданий, ибо это горе, печаль. Когда мы теряем близких своих, родных, вот это горе надо умножить на сто раз. Как больно терять всех многих. Какая-то боль для всей страны. После службы жители города крестным ходом отправились к месту гибели мирных жителей, которая находится прямо у дороги на седьмом километре между Ганцевичами и деревней Хатыничи. Этим же, точно путем, этой же дорогой 80 лет назад шли те 300 с лишним мирных жителей, большинство еврейской национальности. Шли подгоняемые фашистами, зная, что в конце пути им уготована смерть. В 2005 году на месте трагедии был установлен памятник. И сегодня, спустя ровно 80 лет с того кровавого дня, к подножию монумента легли цветы, замерцали зажженные лампады. В митинге-рэквиеме у памяти нет срока давности приняли участие представители районной администрации, депутатского корпуса, общественных организаций, школьники, военнослужащие, пенсионеры, всего более сотни человек. Именно в этот день на этом месте произошла очень большая трагедия для Ганцевичского района. Здесь были убиты люди без вины, женщины, дети, мужчины. И с этого момента для Ганцевичины это очень почитает земля. Здесь на этом месте установлен памятник. Здесь практически всегда есть цветы. Наша задача нынешнего поколения и будущего, конечно, это чтить и помнить и никогда не повторять. В этом месте земля шевелилась еще несколько дней. А когда устанавливали памятник в 2005 году, рабочие, поднимая дерны, укладывая плитку, на этом месте находили и гильзы от патронов, и детские сандалики, и пряжки от ремней. Все это было. Война – это страшно. Не дай Бог, чтобы она повторилась. Мы должны беречь мир. У братской могилы в этот день прозвучало немало важных слов, трогающих за душу стихотворений, песен и молитв. Данью памяти невинным жертвам фашистов стала минута молчания. И практически каждый, кто участвовал в митинге-реквиями, едва мог совладать с чувствами и сдерживать слезы. Так явно представала перед глазами трагедия, произошедшая здесь в 1941 году. Когда мы шли этим крестным ходом, на меня одолевали такие же эмоции, как и людей, которых вели этим путем. Представляла, как будто бы я сама одна из них. Когда мы были возле этого памятника, меня такой страх пробирал. Я чувствовала всеми клетками своего тела, как расстреливали этих людей, как им было больно, как они молили Бога, чтобы все прекратилось. Мы должны очень помнить то, что произошло с нашими предками. Немецкая оккупация на Ганцевщине длилась с июня 1941 до июля 1944 года. За это время на территории района были уничтожены практически все евреи. Согласно архивным данным, только вокруг города Ганцевича находятся более 200 еврейских захоронений. Вода есть, но пить ее могут не все, потому что она железная. С данной проблемой в некоторых населенных пунктах скоро должны покончить. К концу 2021 года в области обеспеченность качественной питьевой водой должна достичь 96%. Появится как минимум 29 новых станций обезжелезивания. На их строительство из республиканского и областного бюджета выделено почти без малого 7 миллионов рублей. Один из таких объектов на этой неделе проинспектировали наши корреспонденты. На первый взгляд вода абсолютно кристальная. Можно пить и не задумываться. Но если приблизиться, видны соринки и привкус у нее металлический. Так, она нормальная вода. А постоит, она будет полностью желтая. И банка будет желтая. Техника, некоторая посуда, ведра покрылись ржавым налетом. Избавиться от него не получается даже с помощью чистящих средств. Такой осадок, что даже не отмывается. Железную воду они не пьют. Ездят за Родниковой. Тут вот так вот пользуемся. Посуду помыть, моемся. Ну что делать? Моемся. Правда, с такой водой и загорать не надо, шутит хозяйка. Шоколадный круглый год. Большая деревня. Много строек. И с такой водой это, конечно, нереально. Уровень железа здесь полностью не соответствует норме. Но эта проблема должна решиться совсем скоро. В новых лыщицах идет строительство станции без желези. В ней работа приближается к финишу. Сдать объект планируют в сентябре. На данный момент мы уже проложили новую трассу водопроводную. Положили новую 10-киловольтную линию, 4-киловольтную линию. Установили ТП. Установили станцию без железа. Сейчас занимаемся благоустройством. Ждем поставки башни. Башня, как только придет, сразу будет она установлена. И уже будут производиться пусконаладочные работы. Скважина, к слову, размещена в 160 метрах от станции без желези. Здесь также провели ремонтные работы. Данный участок полностью заменен. Здесь заложены новые трубы. Данная вода поступает на станцию без железа, где проходит химическую очистку. И уже будет население подаваться в чистом виде. В час прохождения данной станции 12 кубов. Никаких проблем с водой не будет. Она достаточно мощная. Стоимость этой станции без желези около 500 тысяч рублей. Сейчас в Прибожье действует 9 таких объектов. 4 из них были построены за предыдущие два года. В этом возводится лишь одна, но в ближайшем будущем появится еще три. Согласно директиве президента номер 7 2019 года поставлена задача коммунальных хозяйств страны обеспечить населенные пункты 100% качеством воды. В настоящее время Брестский район обеспечил качественной водой 77%. А вот в целом по области этот показатель гораздо выше 95,9%. Работает 126 станций без железиевания. Задача на 2021 год увеличить уровень качественной воды до 96%. Мы, конечно, это выполним. Даже, наверное, у нас будет превышение заданий. А в текущем году планируем 40 станций без железиевания построить в рамках инвестиционной программы Брестской области. Финансирование пока полностью для ввода объектов предусмотрено только на 29. То есть, в случае дополнительного выделения финансовых средств будет еще 11 в этом году введены дополнительно. Чтобы обеспечить питьевой водой все население области к 2025-му, с учетом этого года нужно построить 149 станций без железиевания. К слову, Лунинецкий район лидер по качеству воды в регионе. Здесь уже почти 99%. Внимание на дорогах области алкоконтроль. Так называется специальный рейд ГАИ посвященный профилактике вождения в нетрезвом виде. Юрий Печер понаблюдал за ним. Я спортсмен, я вообще алкоголь не употребляю. А может вы расскажете, какие будут ваши действия, если вы вдруг поняли, что впереди движется водитель, который неадакно себя ведет? Слушайте, ну я как добропорядочный, законопослушный гражданин, наверное, попытаюсь всеми способами предотвратить неприятность, которая может произойти вследствие нетрезвого вождения. Как, по моему мнению, человек, который находит в соседней машине, как минимум. Только за прошедшие выходы на дорогах Брестской области задержано 18 нетрезвых водителей, из них 4 в Бресте. За вождение, не имея права управления транспортными средствами, к ответственности привлечены 89 водителей. С начала года сотрудниками ГАИ было выявлено более 300 нетрезвых водителей и более 700 водителей, не имеющих права управления. По сравнению с прошлым годом, процент задержания таких водителей очень сильно вырос. Около 30%. Также с начала года зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 47 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей, управляющих транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили ранения. Кроме этого, на дорогах Бреста и Брестского района сотрудниками ГАИ задержано 306 трезвых водителей и 715 бесправников, а 21 водитель селит за руль повторно в состоянии алкогольного опьянения. Среди самих водителей есть понимание, что так поступать нельзя. Но откуда же тогда берутся нарушители? Не люблю таких, потому что слишком много лихачат. И на дороге подрезают, бывают. Понимаете? Я таких не люблю людей. Понимаете? К чему это надо перевести? О, очень, очень к большому несчастью. Деда кого-то собьют, деда кого-то собьют, машину в машину стукнут, а в машине дети ездят. Таких водителей не должно быть. Ну, как получается, все-таки есть. Ну, я думаю, со временем будет меньше. Ответственность для лиц, которые управляют автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения до 0,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе включительно влечет на вложение штрафа в размере 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года. Свыше 0,8 промилле штраф в размере 200 базовых величин с лишением права сроком на 5 лет. До недавнего времени за вождение, не имея права управления, была предусмотрена только административная ответственность. Теперь это уже уголовная ответственность, к которой могут быть привлечены те бесправники, которые в течение года больше двух раз задерживались сотрудниками госавтоинспекции. Юрий Печер, Тегра Накопян, телерадиокомпания, Брест. Это главное за неделю и мы продолжаем. Следующий материал не относится к важным событиям из жизни области. Несчастье случилось в одной отдельно взятой семье, несколько недель назад. Но здесь и сейчас мы можем в прямом смысле помочь им восстать из пепла. Они в этом нуждаются, ведь за 15 минут пожар лишил их всего, кроме жизни. София Бережная побывала в деревне Дворец Лунинецкого района. Деревянный дом для большой семьи временное место жительства. Приютили. Неделю назад у многодетных родителей из агрогородка Дворец произошла беда. Дом площадью 208 квадратных метров. Еще официально не ввели в эксплуатацию, но силами хозяина ремонт был сделан. Семья заселилась. На строительство потребовалось полтора года. Прожить здесь удалось и того меньше. Год, 31 июля, в час дня здесь произошел пожар. Официальная причина пожара пока устанавливается. По словам хозяина, в тот злополучный день в метре от дома загорелась трава. Огонь перекинулся на строение, быстро проник по скрытым горючим строительным конструкциям, которые находились под штукатуркой. Пламя в секунды охватило и террасу. В момент, когда случился пожар, семья была дома и не почувствовала беды. Об опасности сообщили соседи. Хозяин дома Сергей Ванюк сразу же предпринял все меры потушения и даже получил ожог руки. Но остановить пожар было не в его силах. Ушел туда, в ту сторону, в сторону кухни, а потом вся площадь охватилась. Буквально 20 минут и уже горел ламинат. Сергей Ванюк вызвал службу спасения, в то время, как супруга увела детей подальше от страшного зрелища. Подразделения МЧС прибыли в течение 15 минут. Трава горела, подойдя к дому, захватила низ, там, где выступали, опять же говорю, горючие конструкции, отделки, и по ним дальше пошло распространение на кровлю, и кровля уже тоже спустилась вниз. На момент прибытия дом был полностью объят огнем. На данные пожары были высланы четыре отделения на автоцистернах. Буквально понадобилось полчаса, чтобы пожар был потушен. Полностью выгорела новая кухня. Видите, здесь даже черновой потолок не упал. В основном было гостиной огонь. Ничего не осталось все равно. Ну, все так подгорело. Да. Вон холодильник, морозильник, сгорел вроде бы железный. Сегодня семья живет неподалеку от своего сгоревшего дома. Приходят сюда и эмоции одолевают. А как иначе? Даже вещи спасти не удалось. Сгорело все. Кажется, что это не со мной все это происходит, не с нашей семьей. Сочувствуют, переживают, соболезнуют, оказывают помощь. Кто какую. Люди везут, кто кровать, кто диван, кто стол, кто это. Честновато стало. Оказаться в такой ситуации тяжелое испытание. Но Сергей Ванюк не унывает и даже подбадривает всех членов семьи. Уверен, не сразу, но построят новый дом. Ведь семья большая, от себя добавим, а с помощью добрых людей это может произойти быстрее. Помочь финансами, попавшей в беду многодетной семье, можно перечислением средств на расчетный счет, либо переводом на банковскую карту. Реквизиты вы видите на экране. София Бережная, Тигран Акопян, телерадиокомпания, Брест. Еще раз напомним реквизиты карты для перевода денежных средств многодетной семьи из деревни Дворец Луниенецкого района, у которых на пожаре сгорело все имущество. Карта Беларусьбанка 4255-19-01-22-06-50-74, действующая до 07-24-го. Телефон для связи 8-0-29-57-20-768. И помните, маленькой помощи не бывает. По чуть-чуть, но вместе мы сможем решить большую проблему. Продолжаем выпуск и переносимся в Березовский район. Где в эту субботу звенели косами участники 14-го агроэкофестиваля «Споровские сенокосы». Один из культурных брендов Брестской области в этот раз состязание собрало 22 команды со всей Беларуси. Были и необычные участники. Покосить не только быстро, но и качественно. Вся стометровка должна остаться без высокой травы. Занятие явно для выносливых. Сила здесь нужна не детская, да еще и погода жаркая около плюс 30. Решил поддержать свою команду Стрегинскую. Приехал поучаствовать. Дух, как обычно, все время боевой, конечно же, все время боевой. Пытаешься дойти первым, но как уже тут получается. В этом году в соревнованиях приняли участие 20 команд. Одна – женская. Причем мечтали не об этом давно. Да и косить умеют еще с детства. Конечно, не кашу каждый день в стометровку. И вообще редко дома. Сейчас же все автоматизировано. Когда мы смотрели в интернете и нам потом уже говорили, что с Витебской области должны были быть еще две женщины. Было бы очень интересно, но нет. Ну, конечно, 100 метров – это много. Да, это много. 50 хватило бы женщинам. Это точно. Многие приехали на фестивали целыми семьями. Покосить решили даже вне состязания. Приучают к этому делу малышей. Мы в восьмой раз участвуем. Больше были здесь участвуем. Всегда стараемся приехать, покосить. Интересно, нам это нравится. У дедушки косим. Корова, лошади, сену надо. Поэтому так. Любим косить. Тренируемся, готовимся. Также участие в покосах приняли почетные гости фестиваля. Для них был организован вип-прокос с длиной в 50 метров. В этом зачете состязался председатель обл. исполкома Юрий Шулейко. Я сельская абсолютно в семье. У нас был скот. Нужно было в то время накосить на корову. Обязательно, ранее, утром, иногда до школы, после школы. Я отцом шестерки, начиная, учил косить. Ну, прошло время, до десятого класса я косил действительно каждый день, ну, когда это необходимо, каждое лето. Но потом уже фактически, честно, это возле дачи или где-то там соседу помочь, как говорят, оббить траву в саду. Также глава области отметил, проведение такого фестиваля необходимо, ведь он прежде всего экологический. Беловежская пуща, Споровские заповедники, Березинский заповедник, Фляскевичи и так далее. Это наше богатство, где растут самые высокие, крепкие леса, где сегодня 35 птиц зарегистрированы в Красной книге на Споровских болотах, 20 всевозможных растений, которые опять-таки находятся в Красной книге. То, что мы сегодня Акашевам и Болота и все остальное, мы вносим определенную лепту в дальнейшее развитие нашей страны, нашей природы, что важнее, когда есть чистый воздух. Слава Богу, Беларусь у нас есть. Помимо прокоса травы были и другие конкурсы. Вот уже седьмой раз в рамках фестиваля прошел турнир по футболу на болоте. Впервые состоялось состязание по игре в городки. По традиции на протяжении всего дня выступали лучшие коллективы Березовского района и не только. работало множество выставок и аттракционов. Идея его была сначала для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам наших болот. Когда затевали, мы не думали, что это приносит такой большой фестиваль в такой большой праздник. И по большому счету та же идея, она осталась. То есть, ну, реально люди приезжают, люди понимают, что болото надо косить, для чего это надо косить. А то, что это стало большим праздником, мы только рады этому. Ну, да, сложно, тяжело это организовать, но в итоге получаешь удовлетворение того, что люди приезжают, отдыхают. А вот победителями споровских сенокосов в этом году стали представители заказника Выгана Щанская. Заслуженную награду им вручил Юрий Шулейко. Анна Буйкевич, Василий Полховский, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест». Вся жизнь в искусстве. 80-летний юбилей новой персональной выставкой на этой неделе отметил брестский художник Дот Абдусаматов. В экспозиции около 90 полотен Екатерина Косынюк побывала на открытии вернисажа. Дот Саматович Абдусаматов уроженец Таджикистана, но стал по-настоящему любим белорусами. Любовь к искусству появилась в юности, когда будущий художник обучался в художественных училищах Душанбе и Ленинграда. Также основал первую мастерскую по габеллену. Он всеми нами очень любимый человек, он очень тактичный, ему присутствует такая восточная элегантность. Он просто обезоруживает нас своим вниманием, своей культурой. И это, конечно же, проявляется в его работах. Поэтичные и раздумчивые. Так характеризуют работы художника коллеги по цеху. Библейские сюжеты, красота природы, архитектура и события, повлиявшие на общество. Все это нашло отражение в картинах автора. В экспозиции 88 работ, написанных в разные периоды творчества. Эти работы сделаны в течение, наверное, последних 10, может быть, 15 лет, которые я живу здесь. По большому счету, такие философские, такие взгляды мои о жизни. Ну, это я пытаюсь. Конечно, исходя из опять аллегории искусства. И нахожу в пути, чтобы вписаться, чтобы темы отражали. Его живопись созерцательна. Дод Саматович открыт миру и творческому процессу. Постоянно экспериментирует и воплощает свое особое восприятие действительности. Я вот буквально вошел сейчас на эту персональную выску и просто обалдел. Как много сделано, как много умело сделано. Как много интеллигентно сделано и как много сделано с высшей школой изобразительного искусства. Живопись у него неспешная и очень она не броская. Знаете, как в Америке есть выражение и в Англии Old Gold старое золото. Познакомиться с работами Дота Абдусаматова можно до 22 августа в Центральном выставочном зале областного общественно-культурного центра. Екатерина Косынюк, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест». Такими были эти 7 дней на Брещене. О том, чем запомнится следующее, скоро узнаем. Следите за событиями в регионе с новостями на четверке и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин